Всем привет, друзья! Давно не виделись. Знаете ли, в чём дело? Я болел. И вот на прошлой неделе я выпустил три ролика по Блокраши, и господи, это были мои самые ужасные, самые сложные, самые невозможные три ролика в моей жизни. А если бы я выпустил семь видеороликов за там несколько дней, за три дня или за сколько-то ещё, я бы просто офигел, потому что когда у тебя сопли текут, когда у тебя там с горлом проблемы, когда там просто, я не знаю, ты кашляшь по-невозможному, когда там ещё какие-то проблемы происходят, то это всё просто ужасно, и лучше перетерпеть, лучше не заработать какие-то деньги с резоной РП и так далее, лучше там не сделать какие-то видеоролики. И, в общем-то, я думаю, что вы меня понимаете. Однако сегодня я вам, знаете, что хочу сказать? Во-первых, мы посмотрим видеоролики, во-вторых, Аризона, роли Плей Феникс Айпи, а также мой никнейм Данда Коннор, а также мой промокод NOTOXIK54, всё это находится в описании данного видеоролика. Давайте переступим. Сегодня мы посмотрим видео Реваза, зачем вы это добавили, Россия в GTA Самп. И для кого, ребята, уже не секрет. Ну, конечно, не секрет. Постоянно добавляются новые интересные автомобили. Да, я вот когда-то у меня был об этом видеоролик, я бомбил о том, что, мол, зачем вы это делаете и так далее и тому подобное, но всё, дела, всё не без этого. Они очень редкие, очень дорогие, и каждый второй игрок на данном проекте хотел бы иметь подобную себе машину. Вот смотрите, Реваз бы не хотел, и я бы не хотел. Кто тогда получает третий, вы бы хотели? Вот напишите в комментарии. Все вы, ребята, я думаю, понимаете, то, что действие этой игры происходит в США. Наш проект реанимуется как РП, проект, на котором соблюдается ролевая игра. В данном, ребята, видеоролике я хотел бы, по большему счёту, узнать ваше мнение касаемо вот новых трёх автомобилей. Давай. Которые были добавлены. Давай узнаем реально Реваз, я не против. Кто, ребята, ещё не знает о каких автомобилях речь, вы, наверное, сейчас будете просто в полном ваху. Да, давай. Волга, Лада, Веста. Ебать. Нет, реально пиздец. Таким вас, Патриот. В Америке. Ой, бля. Данные, ребята, три автомобиля нельзя нигде купить, нельзя нигде выбить. Так если их нельзя купить, тогда похуй. Их, ребята, можно получить только за приглашение других игроков. И если вы пригласите на этот сервак 12 человек, которые достигнут здесь восьмого уровня, вам на выбор дадут одну из этих трёх автомобилей. Я, в принципе, ребят, вообще не знаю. Ребят, поэтому заходите, вводите мой никны в данный конец. Почему данные автомобили были добавлены на наш проект? Просто представьте вот простую ситуацию. Допустим, я лидер банды Грув Стрит. И как вот, ребята, вы думаете, нормально ли будет то, что я уличный пёс, который вырос в маленьких уголках гетто в США, банчу, наркотой и оружие, и при этом на различные разборки езжу со своими корешами на Волге. Нормально, Тёма. Вы понимаете теперь, чего вы натворили? Если уж добавили данных в три автомобиля, то можно уже смело добавлять Приору, Семёрку и так далее. Я думаю, что в скором времени добавят. Могёте просто. Само собой, ребята, машины выглядят довольно-таки бомбезно. Когда вообще, в принципе... Ну да, вот эти вот, знаете, низко полигонально, вот эта вот вся хуйня, вот эта вот, знаете, вот отлично. Добавлением новых автомобилей, это было реально довольно-таки круто, но я бы... Не, я сказал, что это пиздец, если они будут заменяться, а потом мне Стас сказал, что они не будут заменяться, они будут как отдельные автомобили. Я сказал, что тогда ладно, Стас, всё отлично. Он сказал, что всё замечательно. Я с единственного, что когда-то начнут добавлять вот сюда, вот в Америку, русские автомобили. Не знаю, ребята, как вам, но личное моё мнение, для меня это очень сильно портит атмосферу. Ага. Будучи вот обычным игроком, я не смогу играть в какую-либо организацию, в ментовки, в армии... Так не играй, кому ты нужен, Ривас, в самом деле. Никому не нужен. ...в банде, в мафии, и при этом ездить, там, не знаю, на УАЗ-Патриоте, Волге или Ладивесте. Ну не езди тогда, ё-моё. Я думаю, это... И ресамплирование, блядь, выключи в Суни-Вегасе, блядь, ну это ж просто, пиздец, хули, всё такое мыльное, это, блядь, размытое, ресамплирование, выключи. Просто, либо монтируй, блядь, в нормальных программах. Я понимаю ещё то, что добавляют такие машины, как и Мерседесы, по типу Гелико. Ой, блядь. БМВ это, что добавляют, Ламборгини, Бугатти, Базару 0, но добавляют Ладу, ну и меня уж уже, извините. Это пиздец. Я, ребята, играю на Аризоне уже 3 года. Данный проект мне очень сильно нравится. И мне кайфово-то, что у меня есть возможность играть, да ещё плюс снимать на данном проекте. Мне просто, ребята, на самом деле реально больно смотреть, когда на данный проект добавляют подобное. Я до последнего, ребята, верил в то, что Аризона не будет добавлять вот такие вот русские автомобили. Да ладно, ну чё тебе, ну добавили и добавили, чё тебе это уже? Сейчас вот, даже когда их добавили, я всеми силами хочу, чтобы их убрали, потому что... Тогда они будут приглашать игроков. Ребят, заходите, я хочу себе Волгу, пожалуйста, я хочу Волгу, заходите. Данте Коннор, Аризона, Руэлли Плей Феникс, первый сирог, пожалуйста. Ни о какой атмосфере, ни о кого чувство нахождения реально в Америке, когда вы будете ездить на подобных машинах, у вас нет. Да и, блядь, ну о чём он говорит, ну и так уже давно нет никакого чувства нахождения в Америке, нету уже давно всего этого. Все играют просто потому, что хотят бабок заработать, всем похуй на Америку, там на все вот эти вот прочие вещи, всем поебать. Для меня, ребята, в данном видеоролике очень важно ваше мнение. Если же, дорогие друзья, вы хотите, чтобы данный... Я друг, я друг Ревозов, собрал большую огласку, то обязательно поставьте... А он собрал большую огласку, ну как сказать, брат, при 200 тысячах подписчиков, то есть 13 тысяч просмотров, это очень мало. Ещё и у меня ролик соберут, дай бог, 120 просмотров, типа, ну такой себе, сам понимаешь. Лайк, ну а также расскажите о нём своим друзьям. Не, я расскажу обо всём. Я считаю, если данный видеоролик наберёт большую популярность, где будет куча людей, согласных с моим мнением, то я думаю, разработчики поймут... Вот я не понимаю, вот он пишет текст или нет, или он пишет текст, но хочет сделать так, чтобы, типа, было непонятно, что это текст. Потому что, типа, ну, странно. Странный Ревоз, странный. Добавление подобных автомобилей реально считается лишним. И если, ребята, сейчас разработчики не передумывают добавлять русские автомобили в данную игру, то в ближайшем, ребята, будущем вы будете видеть на карте семёрки, приоры, всякие лады-гранты. Так я не против, я не против. Ревоз, можем с тобой подраться, но я не против. Так-то, ребята, в принципе, обновление, которое выходит на Аризоне, реально... Бля, лампа немного покосилась. Реально восхищаюсь данным проектом. Но вот данный пункт... Но ведь бред, бред, послушайте. Что вы несёте? Что вы такое сочиняете? Я не могу понять. Ну, бред же! Ну, бред! Теперь о хорошем. Да нормально. Сейчас, ребята, мы находимся на автобазаре. Здесь просто куча народу, которая хочет прикупить себе какую-то топовую новую тачку. Ага. Вот офигенные BMW-шки, добавленные разработчиками. Mercedes Maybach. Volkswagen. Lamborghini Aventador. Lexus. Mercedes GT 63 SMG. Bugatti Divo. 450 миллионов. Обалдеть. Но то, что, ребята, добавляют такие автомобили, это реально очень круто. Во-первых, это в тему. И, во-вторых, это действительно позволяет игрокам как-то отличаться от толпы. Каждый, ребята, кто играет в подобную игру, желает как-то отличаться. Желает быть каким-то уникальным. Не таким, как все. Это, ребята, вот такая вот довольно-таки простая истина. И поскольку добавляются в эту игру такие крутые машины, никакой русский автопром в данной игре, я считаю, я, ну, никак не нужен. На этом, в общем, парни, данный видеоролик... А если девчонки смотрят в YouTube? Если, ребята, он вам понравился... А если не понравился, дизлайк можно поставить? Если не забудете поставить ему лайк. А если я не забуду поставить дизлайк, что ты сделаешь? Написать в комментарии данного видеоролика своего мнения, что вы думаете? Вот вы тоже напишите, прав ли вас, не прав, или прав я, или не прав он. Думаете, о поводу этого всего. Кто прав-то, в самом деле. Но также, ребята, самое главное, не забудьте о данном видеоролике рассказать своим друзьям. Большое, ребята, вам спасибо за просмотр данного видеоролика. Ну и всем удачи, всем, парни, до свидания. О, Вилсаком, ту-ту, сейчас обзорный айфон будет с такой вот музыкой. Ту-ту-ту, айфон XR, айфон 11, какой же взять, какой же прикупить, какой же сделать, с каким же что-то сделать, с чем еще нужно что-то сделать. Ужасно. О, Газпром, не, ладно, все. Газпром, все, ладно, ничего не будем делать. Ребят, заходите на... Сейчас, подождите. Ребят, заходите на Аризону, роли Плей Феникс. У меня давно не было роликов по Аризону РП, я думаю, что вы соскучились. Это вот один из таких роликов по Аризону РП с рекламой Аризону РП, поэтому заходите. IP в описании, и как бы мой никнейм тоже там, и лаунчер вы можете скачать, и много всего... Скачать, скачать, ну, я думаю, вы понимаете. И много всего вы еще можете сделать, поэтому заходите и делайте все это именно там. Хэштег, но, Токсик 54, как бы, ну. Ну, Токсик 54.